продолжаем эксперименты с качером на этот раз я сверху поставил еще одну вот такую катушку до этого вообще первые эксперименты у меня были вот она была длинная катушка но на выходе я не получал нормального стримера и основное так скажем искра отделения но вот когда подносишь я чуть позже подхожу покажу вот так качу какой-то острый предмет начинается стекание то есть было посередине катушки но я принял решение распилить ее наполам соответственно так как самая мощная часть была посередине ну и соответственно так она в итоге проявилась ну и теперь дальше попробовал такой вот сделать вот после вот этого тароида который у нас идет я поставил вот эту вторую часть катушки наверх у меня получилось что стример вырос тут же выключился телефон отнесу подальше видно да какой стример 2 сантиметра четки ну и потребление порядка 7 ампер проводок вот этот тоненький который идет он нагревается он на такой ток не рассчитан ну и соответственно выходе здесь создается я не знаю из-за чего нагрузка то бишь если мы чуть позже будут показывать убираем вот эту катушку нагрузка у нас упадет и будет там порядка там 15 ватт а вот сейчас с таким стримером конкретно у нас нагрузка по 60 ватт опять отключился телефон поднес слишком близко к катушке провод задымился как бы при этом транзисторы не греются ну как не греется греется умеренно для такой схемы не вылетают можно полапать стример ничего не происходит когда так все провод уже реально чуть было не не загорелся явно не рассчитан ну так вот теперь мы вот эту катушку убираем отсюда она у нас просто стояла вот этот кончик порог провода я постарался вывести вот наголенная и включаем уже без катушки 10 ватт на выходе филаментная лампа светит в полный накал 5 ваттные но эти 5 ватт у нас при на приросте он мы их видим убираем светимость падает если положительно будет лежать рядом и светится если поднести обычную лампу накала то будем наблюдать такие всполохи внутри нее положить то будет плазма шар перед тем как лампу взять нужно палец немножко наслюнить иначе прижгет прижигает довольно сильно если взять какой-нибудь проводок или предмет металлический то есть него начинает стекать разряд вот такой ну и соответственно как видим тут же у нас нагрузка появляется также если все это дело поднести вот сюда вот есть вот видно максимально на судне 2 где если поставить рядом катушку то обязательно обожгет вам пальцы потому что с нее начинает также стекать разряд вот видно и здесь дуга она более горячий чем тут видимо на стекло уходит на более горячие чем вот в начале катушки вот здесь вот все таки небольшая утечка идет сразу провод оплавился может быть тут фазировка вот видно здесь ток довольно высокий и тут же оплавляет ну и соответственно это видно и здесь скачет сразу мощность когда мы просаживаем вот это статическое высокочастотное поле сказать нагрузка появляется вот в этом поле и тут же на блоке питания это все отражается то бишь это на потребление кстати если нет утечек то вот эти вот стримеров то лампочка светит гораздо ярче на более дальнем расстоянии ну соответственно если стример есть то как раз таки это вся нагрузка уходит на возникновение от этого разряда видно здесь у нас 20 ватт и стримерок так скажем не такой крупный как вот до этого когда вот у нас авто за катушка на крыше стоял давайте попробуем поставить на крышу эту катушку поменьше 33 ватта и в двух местах у нас сформировался стример ну и здесь стример как бы уже не такой маленький побольше но и соответственно нагрузка гораздо больше получается сейчас попробую сделать так чтобы был только один поставил 40 ватт 44 ампера провод сейчас тоже начнет подпаливать немножко ну здесь уже посерьезнее видно до мощные такие нуем провод начал подкипать но друзья эксперименты с этим катером все что можно было над ним скажем так провести вроде все показал все что хотел ну в дальнейшем пишите комментарии может быть еще какие-то эксперименты стоит провести всем спасибо за просмотр всем пока